Вечный огонь Экспонаты, а их более 400, приносили со всей округи. Буквально по крупинкам воссоздавались образы и даже интерьеры интерактивного музея. Аня Шумова на концерте в честь открытия играла свою бабушку, ветерана Великой Отечественной войны. Года два назад ее не стало, но все-таки она участвует в этом музее, память о ней хранится тут. Каждая экспозиция – это ожившая история. История, к которой можно прикоснуться и даже прочувствовать. Галина Панина передала в музей семейные реликвии – личные вещи мужа, награды и фотографии. Здесь лежат экспонаты, личные вещи моего мужа, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Во благо музея старались все. Дети изготавливали поделки и сладости. Продавали их на школьной ярмарке, на вырученные деньги приобретали стеклянные витрины для выставочного зала. Старшеклассники под руководством наставника своими руками смастерили бронзовую звезду для вечного огня. Мы должны вырастить поколение не Иванов, не помнящих, а детей, которые гордятся своим прошлым и которые строят свое будущее, опираясь на те славные подвиги, которые совершили деды. Дети примут непосредственное участие в работе музея. Ученики младшей школы будут посетителями, а старшеклассники – экскурсоводами. На импровизированной полевой кухне все желающие смогут отведать солдатской каши. Народный проект по праву станет гордостью не только школы, но и всего Одинцовского округа.